Ночь Ночь Трубы парохода разрушатся, Шепчет волна у гранитных окна. Музыка города... Музыка города... Петербург нередко называют городом застывшей музыки. Так удивитель его архитектура. Но если добавить к этому чуду, Которым восхищаются во всем мире, Чудо российского балета, Возникшее более двух веков тому назад На берегах Невы, То, быть может, по-новому видится и сам город. Когда-то Петербург равнялся На звезд первой величины, Приезжавших сюда из Франции, Италии. И благодаря первым звездам европейского масштаба Стали возникать свои собственные российские. Падекатор Долина напоминает Об образах великих танцовщик минувшего времени. Но мы видим балерин двадцатого века. Габриэлу Комлеву, Валентину Ганнибалову, Светлану Ефремову, Татьяну Васильеву. И их полеты над городом Есть соединение века минувшего и века нынешнего. Николай, Раттерн, на посадке. Италии. Валентину Ганнибалову, Если бы ты нашел, Долина Ганнибалов, Валентину Ганнибалов, КОНЕЦ Вослед за пленительными образами танцовщицей минувших веков обратимся к тем, кто еще недавно был легендой 20 века. Балерина Наталья Дудинская, танцовщик и хореограф Константин Сергеев в балете, поставленном на музыку Глазунова Раймонда в сюжете средневековой легенды, которая оказывается так органично и в нашем городе, и в этой архитектуре. КОНЕЦ Константин Сергеев и Наталья Дудинская Константин Сергеев были яркими звездами на протяжении четырех десятилетий 20 века. И сегодня невозможно забыть этот пленительный дуэт. А взлет Валерия Панова в нашем городе состоялся в 50-е годы. Он создал немало ярких партий и сегодня известен на всем мире. Константин Сергеев и Наталья Дудинская Дуэт принцессы Флорины и Голубой Птицы из балета Чайковского «Спящая красавица» в хореографии Петипа. КОНЕЦ А великий танцовщик Рудольф Луриев, созданный как личность именно в этом городе, в последний раз взлетел на мринской сцене в партии Джеймса из балета Ревенхольда «Сельфида». Взлетел, чтобы запомниться теми мгновениями, которые остались в нашей памяти навсегда. Взлетел, чтобы запомниться теми мгновениями, которые остались в нашей памяти навсегда. Наталья Макарна – звезды мирового масштаба. Впервые состоялся в конце 50-х годов на сцене Мариинского театра. Мы видим ее в дуэте с Валентиной Моложко, очаровательным седьмым вальсом из балета Фургена на узору Шопена «Шопеня». И как естественно вписывался этот вальс военной восходящей звезды в архитектуру. Валентиной Мариинского театра, где она делала свои первые шаги, здесь состоялась коммуникальная звезда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Наш город полон очарований и чудес, особенно в белые ночи и на Петровской набережной. У него неожиданно засияла звезда Фанни Эйслен, галерина мувших лет, который посвящен хореографическому обраку Качучи. И возродила его в 20 веке одна из мастериц русского поэта, Набриала Коммана. КОНЕЦ 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 А среди ажурных фонтанов Петродворца Габриэла Комнева воссоздала облик маркизы на пуатье из балета Асафьева «Пламя Парижа». КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Его исполнение был образцом элегантности с темностью и выражал неукротивый темперамент танцовщика. Субтитры создавал DimaTorzok На протяжении десятилетий в нашем городе создавались уделители по-моему уникальные моменты. Так хореографы Наталья Касаткина и Владимир Василев вместе с композитором Андреем Петровым создали поэтический балет «Сотворение мира» с участием многих звезд Мариинского театра, тогда Кировского. Ева Ирина Голпакова и Адам Михаила Борошникова остались символом образом современного балета в Петербурге. В райском саду балеты «Сотворение мира» мы встретились со многими чудесами. Восходил к своим вершинам Юрий Соловьев Бог. Плюнительная Людмила Семеняка была ангелом, а экстравагантная Галина Рогозина или Калерия Федичева вместе с Валерием Пановым создавали чертовски привлекательные образы злых сил. Золотые персонажи Петродворца Золотые персонажи Петродворца Гвезды, взлетевшие на дебосклоне Петербурга Форох Рузимата Мы видим его в хореографической новелле «Тонер», поставленной танцовщиком и хореографом Андреем Моросовым. Звучит музыка, без защиты на карман суета. Играет музыка, без щедрости на карман суета. Рождают многие образные ассоциации. И естественно, кажется даже легенда о каменном цветке, созданная уникальным хореографом Юрием Григоровичем. Мы видим дуэт из этого балета в исполнении Степкина и Валентины Ганнибаловой прямо на берегах Невы. Валентина Ганнибалова Валентина Ганнибалова Валентина Ганнибалова Валентина Ганнибалова Валентина Ганнибалова Валентина Ганнибалова КОНЕЦ 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 Загадочная звезда Ульяна Лопаткина появилась в конце 20 века на сцене нашего города и стала, быть может, символом ног у балета. И сегодня она одна из ярчайших звезд Мариинки. И так пленительны ее лебеди, возникающие на глади Невы Петербурга. И так пленительны ее лебеди. Одеты от дели, столь пленительно исполненные Ульяной Лопаткиной, неразрывно связаны с Петербургом, с музыкой Петра Чайковского, с хореографией Петипа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ульяна Лопаткина истинно петербургская балерина, создавшая множество образов. Так интересно, в шекспировской афелии, географии Константина Сергеева, балета Гаммур, Николая Чайковского. Мне кажется, именно здесь, в городе Тестеревского, местна эта пленительная героиня шекспировской трагедии. Субтитры создавал DimaTorzok